здравствуйте мои подписчики и гости канала отделение взвесей осадка взвеси и сусла отделяются по-разному на холодильной тарелке и в отстой на холодильном чане осаждаются грубые взвеси и часть тонких взвесей в виде так называемых горьких взвесей из-за горячего или холодного сусла взвеси отделяют также центрифугированием или фильтрацией на диатомитовом фильтре при центрифугировании или фильтрации горячего сусла устраняются только грубые взвеси однако получается почти прозрачное сусло которое при охлаждении мутнеет и из-за холодного сусла также отделяются грубые взвеси одновременно с тонкими взвесами и при том большая часть чем при обычном осаждении отделение тонких взвесей можно регулировать в определенном диапазоне степенью охлаждения сусла рассмотрим осветление сусла в гидроциклонном аппарате на ряде заводов для отделения грубых взвесей и мелких частиц хамелевой дробины из горячего сусла применяют гидроциклонный аппарат с круговой циркуляцией сусла этот аппарат представляет собой сосуд цилиндрической формы с конической крышкой и плоским днищем на обечайке корпуса 8 на расстоянии 900 миллиметров от днища приварен входной патрубок 3 для нагнетания сусла для увеличения скорости потока патрубок выполнен в виде плавно сужающегося сопла и расположен под углом 30 градусов к касательной обечайке корпуса струя потока направлена тангенциально поэтому внутри аппарата происходит вращение сусла под действием гидродинамических сил взвешенные частицы собираются в центре днища где образуется осадочный конус при подаче сусла в аппарат давление перед патрубком 3 должно быть не менее 6 атмосфер в том случае если давление недостаточно и не обеспечивается требуемое для осаждения частиц скорость вращения сусла производится рециркуляция сусла с помощью насоса при открытых кранах патрубков 2 и 3 для измерения давления на нагнетательном трубопроводе перед входным патрубком установлен манометр после осветления сусла примерно через 20 минут начинают его откачку насосом открывая сначала кран патрубка 4 а затем по мере снижения уровня краны патрубков 2 и 1 внутри аппарата к днищу на расстоянии 200 миллиметров от обечайки приварена реборда но она на рисунке не показана в виде изогнутой полосы предотвращающее попадание мути в трубопровод во время слива осветленного сусла удаление оставшегося мутного сусла производят насосом при открытом кране патрубка 13 размыв осадка производят водой подаваемой к размывателю 11 на крышке аппарата приварены пара отводящий патрубок 5 патрубок 7 с моющей головкой для смыва осадка и мойки аппарата и осветлитель 6 для освещения внутреннего пространства аппарата удаление осадка производят через кран патрубка 12 люк 10 предназначен для тех на логического обслуживания аппарата на корпусе расположен указатель уровня сусла 9 состоящий из стеклянной трубки который прикреплена рейка для нанесения делений при тарировке и трехходового крана достоинством гидроциклонного аппарата является стерильность процесса так как в него поступает горячее сусло и выходит из него с температурой около 90 градусов цельсия учитывая то что сусло вытекающие из турбулентного чана имеет температуру около 90 градусов цельсия сразу за чаном должен быть расположен теплообменник как правило пластинчатый теплообменник для охлаждения сусла до температуры сбраживания при этом процессе сусло содержит больше тонких взвесей чем сусло с холодильной тарелки и поэтому на кизиликуровых фильтрах фильтруется или весь объем сусла или его часть для фильтрации обычно используется гранулированный перлит минимальная проницаемость 1 тысячи литров на квадратный метр в минуту фильтры имеют относительно небольшую площадь фильтрации и производительность от 12 до 5 гектолитров на квадратный метр непосредственно за фильтром размещаются устройства для аэрирования сусла вы посмотрели видео посвященное охлаждению и осветлению сусла я благодарю вас за внимание подпишитесь на канал поставьте колокольчик уведомления все уведомления и вы будете получать уведомления о новых видео поставьте лайк напишите комментарий с вопросом если вам что-то непонятно если вы увидели какие-то недоработки в моей лекции на этом я с вами прощаюсь желаю вам всяческих успехов и до новых встреч